Вертолет принадлежит 2-му Архангельскому объединенному авиаотряду. На его борту находилось 7 человек. В результате крушения двое погибли. Это бортмеханик и один из пассажиров. Еще 5 пострадали. К месту авиационного происшествия добрались 2 вездехода. Пострадавших сначала доставили на вертолетную площадку месторождения Трепса, откуда вертолетом Ми-8 перевезли в Наринмар. Спасательный борт прибыл в окружную столицу в половину девятого. Оттуда всех пострадавших на 4-х каретах скорой помощи отправили в приемный покой. Состояние всех выживших в результате катастрофы врачи оценивают как тяжелое. Травмы различные. Два с пневмотораксом пациента, два с приволомом бедра, один тяжелое состояние повреждения внутренних органов черепно-мозговой травмы. Сейчас все пациенты разведены на исследования, кто на компьютерную томографию, кто на ультразвуковые исследования, кто на рентгенографическое исследование. Берутся анализы, определяется уже конкретное состояние пациента. Всем оказана необходимая первая помощь. В случае необходимости готовы вызвать врачей из Архангельска. Отмечается, что сотрудники Наринмарского авиаотряда и медики санавиации сработали слаженно и оперативно. Ситуацию на личный контроль взял и глава региона Игорь Кошин. Также известно, что вертолет Ми-8 выполнял рейс по заказу ООО «Башнефтьполюс» из Варандея в Наринмар. В нефтяной компании ситуацию комментировать пока отказывается. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать плохие погодные условия. Просто авиации сообщают, что авария произошла из-за поломки двигателя. Мы продолжаем следить за развитием событий. Всю свежую информацию смотрите в наших следующих выпусках новостей.